Законодатели Законодатели 16 декабря на сессии собраний депутатов был принят во втором и окончательном чтении главный финансовый документ округа на 2022 год и плановый период. Между первым и вторым чтениями на заседании постоянной парламентской комиссии по экономической политике и бюджету депутаты рассмотрели поправки в окружной бюджет будущего года. Напомню, в первом чтении законопроект об окружном бюджете был принят на сессии 24 ноября. В соответствии с процедурой принятия во втором и окончательном чтении рассматривается текстовая часть документа и поправки. В связи с принятием федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов изменились основные характеристики окружного бюджета, утвержденные при принятии проекта закона об окружном бюджете в первом чтении. Доходы окружного бюджета на 2022 год уменьшаются на 1,8 млрд рублей и составят 20,6 млрд. Расходы уменьшаются почти на 2 млрд рублей и составят 22,6 млрд. Дефицит окружного бюджета в 2022 году составит чуть более 2 млрд рублей. Уменьшение доходов и, соответственно, расходов связано со снижением на 2,3 млрд рублей безвозмездных поступлений на строительство автодороги Нарин-Марусинск. Вместе с тем предусматриваются средства в размере 197,5 млн рублей на выполнение работ для подготовки и передачи этой автодороги в федеральную собственность. Всего же в окружной бюджет поступят субсидии из федерального бюджета в размере более 196 млн рублей и субвенции в сумме 243 млн. По инициативе депутатов увеличено на 17 млн рублей финансирование очень востребовано у поселений направление поддержка местных инициатив. Дополнительно предусмотрено около 2 млн рублей на субсидии гранты на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов. В соответствии с поправками депутатов будут предусмотрены дополнительные средства в размере 2,5 млн рублей на открытие группы по специальности техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в Ненецком профессиональном училище. Как отметила председатель комиссии Наталья Кордакова, в адрес собраний депутатов ежегодно поступают обращения от жителей об увеличении количества бюджетных мест в средних профессиональных организациях. Отдельные рекомендации депутатов будут проработаны органами исполнительной власти Ненецкого округа в течение 2022 года. По итогам заседания комиссия администрации рекомендована до 1 июня следующего года разработать комплекс мер по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, предложено проработать вопрос по строительству школы-садов в Шойне. На завершающий этот календарный год сессии собраний депутатов главный финансовый документ региона представила заместитель губернатора Ненецкого округа, руководитель департамента по экономике и финансам Татьяна Лагвиненко. В предлагаемом законопроекте сохранены основные приоритеты. Это непрерывное финансирование бюджетной сферы, принятые социальные выплаты предусмотрены в полном объеме, продолжена реализация региональных проектов, в том числе строительство дорог, социальных объектов и жилья. Доработана текстовая часть закона по ряду статей, устанавливающих особенности отдельных расходных обязательств. Увеличено ассигнование на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, увеличено бюджетное ассигнование на субсидии сельхозтоваропроизводителям, увеличено бюджетное ассигнование на субсидии, гранты на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, на выполнение социальных проектов и субсидии местным бюджетам на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, А также перераспределены средства на неучтенные в проекте закона в полном объеме бюджетные ассигнования на первоочередные и социально значимые направления. В окружном бюджете будущего года предусмотрена индексация окладов работников бюджетных учреждений на 4% с 1 января 2022 года. Увеличены ассигнования на выполнение учреждениями государственного задания. В бюджете региона на 2022 год предусмотрено более 3 миллиардов, а именно 3 миллиарда 344 миллиона рублей на 164 меры социальной поддержки. Следует отметить, что характер окружного бюджета будет не только социально направленным, но и обеспечить реализацию государственных программ, которые призваны обеспечить развитие региона. Отдельно остановлюсь на том, что бюджет является программным на протяжении длительного периода. Доля расходов в рамках государственных программ на ближайшие три года составляет более 97%. Объем финансирования национальных проектов на 2022 год составляет 2 миллиарда 457 миллионов рублей, в том числе средства федерального бюджета 1 миллиард 907 миллионов рублей. После обсуждения отдельных параметров бюджета и доклада руководителя счетной палаты округа, большинством голосов депутаты приняли закон об окружном бюджете на 2022 год и плановый период. Была пройдена очень большая работа администрации, собрания депутатов. До этого я говорила уже, что были публичные слушания, депутатские слушания. Бюджет в первом чтении был принят 24 ноября. И между первым и вторым чтением вносятся поправки, поправки губернатора и поправки депутатов, что было сделано. Были внесены поправки депутатов по увеличению количества детей, обучающихся в нашем ПТУ. Это будет дополнительная у нас группа на 25 человек. Очень много поправок со стороны губернатора было администрации. Почему? Потому что когда у нас проходили депутатские слушания, все рекомендации ко второму чтению, которые были в депутатских слушаниях, учтены в поправках губернатора. То есть это в первую очередь мы говорили о том, что необходима индексация оклада всех бюджетников с 1 января 2022 года, и чтобы индексация составила 4%. Первоначально в проекте было, значит с 1 апреля, и индексация должна была составить 3,8%. Затем следует отметить, что была индексация сделана для тех, кто по субсидиям по онкобольным и диабетчикам. Затем много мы говорили о том, что очень большие средства выделяются, когда вывозятся у нас отходы с сельских населенных пунктов. Поэтому при рассмотрении на комиссии было принято решение, чтобы 50 миллионов снять, это те средства, когда вывозятся отходы с сельских населенных пунктов. И эту сумму, вот поправками губернатора, направляется на инфраструктуру для того, чтобы были созданы объекты этих сельских населенных пунктов. Также у нас проходили тематические комиссии. На тематических комиссиях внимательно мы рассматривали все вопросы, особенно то, что касается у нас обслуживания городского населения по воде, потому что очень много жалоб. И на сегодняшней сессии поправка губернатора также учтено 78 миллионов, для того, чтобы по водоводу, вот по Первомайской и Докурьи, вот эта сумма была заложена. Все сейчас зависит от того, как будет у нас прорабатывать непосредственно город и учреждение. Также внесенными поправками в бюджете будущего года предусмотрено 38 миллионов рублей на ремонт проблемных участков автомобильной дороги на Ринмарк-Красное. Наталья Кордакова отметила, что в ходе работы над бюджетом будущего года появилась потребность корректировки механизма бюджетного процесса в Ненинском округе. Этот вопрос депутаты рассмотрят уже в начале следующего года. На заключительном в этом календарном году сессии собраний депутатов Ненинского округа окружные парламентарии приняли два обращения в адрес правительства Российской Федерации. Одно из обращений депутатов собрания Ненинского округа в адрес правительства принято в целях снижения стоимости бензина для жителей поселения, расположенных на территории Крайнего Севера. Вопрос болезненный для населения региона и поднимался депутатами неоднократно. Напомню, что в 2018 году мы подготовили законодательную инициативу о внесении изменений в бюджетный кодекс, который позволил бы это сделать, но мы получили отрицательное заключение счетной палаты Российской Федерации. С 2020 года были внесены изменения в бюджетный кодекс, который сегодня позволяет правительству Российской Федерации отдельным нормативно-правым актам позволить предоставлять субсидии поставщикам бензина. Единственное, что данная полномочия будет действовать в течение 2022 года, поэтому мы сегодня просим в своем обращении, чтобы эти полномочия правительство продлили. И, соответственно, в 2022 году такое постановление они издали, которое позволило бы поставщикам бензинов получить издержки транспортные, что позволит бензин продавать по стоимости сравнимой с городской. И это очень важно для жителей наших сел. Еще одно обращение в адрес правительства представила на сессии председатель постоянной комиссии по социальной политике регионального парламента Анна Булатова. На завершающей сессии сегодня депутаты собрания депутатов Ненинского автономного округа приняли обращение в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой с предложением внести изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации по исключению прямой зависимости численности штатного расписания работников медицинской сферы на селе, в деревнях, в муниципальных образованиях Ненинского автономного округа, не только Ненинского автономного округа, и вообще районов Крайнего Севера, от численности населения этих муниципальных образований. Таким образом, мы сможем подчеркнуть еще раз о том, что наш регион крайне уязвим, поселки находятся далеко друг от друга, и только решение этой проблемы, внесение изменений в приказ, сможет отрегулировать этот вопрос. По окончании 41-й сессии собраний депутатов Ненинского округа, спикер регионального парламента прокомментировал его итоги и в целом работу депутатов в уходящем календарном году. Всего мы за год рассмотрели 134 вопроса, принят 71 законопроект, поэтому мы работали планово, ритмично. Сегодня рассмотрели на сессии 13 вопросов. Самым главным, конечно, был вопрос о том, чтобы мы приняли бюджет, над которым мы работали с сентября месяца, и в котором максимально учтены вопросы, которые связаны по расходам на текущий год и на плановый период 22-24 года. Это очень важно, потому что мы заявляем о том, что у нас социальная политика является центральным звеном. Главная задача для того, чтобы мы могли выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями. Принят бюджет также территориального фонда обязательства медицинского страхования. Это очень важно, потому что мы должны понимать, что эти деньги практически на 98% поступают из федерального бюджета, и размер их очень существенно вырос за последнее время. Сейчас расходные обязательства составляют свыше 2 миллиардов рублей, если быть точнее, 2 миллиарда 111 миллионов. Это серьезные суммы, и мы, конечно, вправе ожидать, что этим самым мы поддержим заработными платами и наших врачей, а самое главное, должно улучшиться качество предоставляемой медицинской помощи нашим жителям, особенно по линии, направлении узких специалистов, врачей за пределы низкоавтономного округа, для того, чтобы они могли получать высокотехнологичную помощь, повторяя, по направлению наших врачей. Кроме того, говорили о том, что мы планируем свою законотворческую деятельность на следующий период, которая будет составлять из 35 пунктов. 35 пунктов – это 35 новых законов, которые мы должны принять в следующем году. Они касаются многих вопросов. Вот сегодня мы рассмотрели такой важный вопрос, как отменили приостановку закона номер 308, который позволял нам выкупать жилье, аварийное жилье у наших жителей. Я считаю, что это очень важное направление в работе, и когда мы расширяем возможности людей использовать, вот в том числе и предоставляемые возможности, когда мы им платим за квадратные метры суммы, те, которые оговорены в постановлениях наших, и которые дают возможность решать им жилищные проблемы по приобретению нового благоустроенного жилья. Это расширяет возможности, повторяю. И вот сейчас мы хотим эту программу двинуть, и если на сегодня в этой очереди, а у нас жилищная проблема является одной из самых главных, по этой программе составляет очередь 188 человек, то, когда мы говорим, что более половины очереди мы планируем в следующем году реализовать их, возможности этих людей, это существенно. А так мы хотим, конечно, вот те вопросы, которые касаются жизнедеятельности, те вопросы, которые касаются медицинского обслуживания, образования, дополнительного образования, особенно институционных проектов, строительства, мы должны их, конечно, максимально учесть и будем над этим работать. Очень важно, когда мы говорим об индексации заработных плат всех бюджетников, очень важно говорить и о том, что мы рассмотрим возможности нашего бюджета относительно посыла президента Владимира Владимировича Путина, который говорил о том, что необходимо на 8,6% увеличить минимальную заработную плату, брод и прожиточный минимум, тоже на 8,6%. Мы тоже постараемся искать возможности у себя на территории, в низком автономном округе, решить проблему таким же образом. Все это позволит, конечно, все эти выплаты, вот эти проценты, это повышение позволит решать дополнительно социальные выплаты, страховые выплаты, в том числе по пенсиям и так далее, и так далее. Это очень важно. Социальное казначейство и Северный завоз обсудили на заседании Президиума Совета Законодательной Российской Федерации при Федеральном собрании. Заседание состоялось в режиме видеоконференц-связи. В работе Совета приняли участие спикер регионального парламента Александр Лутовинов и депутат Анна Булатова, на заседании которое провели заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Законодатели совместно с представителями профильных министерств обсудили вопросы о новых проактивных форматах оказания социальных и медицинских услуг. Речь шла о планомерной работе по эффективному законодательному обеспечению процесса. Одним из ключевых элементов в этой работе является законодательное обеспечение внедрения принципов социального казначейства. Речь идет об адресной помощи гражданам, которая назначается автоматически, например, при создании семьи, рождении ребенка или выходе на пенсию. Внедрение этих принципов упрощает взаимодействие гражданина с органами публичной власти при получении услуг. Анна Булатова отметила, что этот вопрос стоит и в повестке работы постоянной комиссии по социальной политике окружного собрания. Депутаты всегда идут навстречу жителям округа, упрощают процедуры получения тех или иных социальных выплат. Депутат считает, что предоставление мер соцподдержки с использованием единой государственной информационной системы и социального обеспечения является требованием времени. В ходе совета также обсудили реализацию национального проекта здравоохранения. Актуальным вопросом для нашего округа стало обсуждение темы доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы страны, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Александр Лутовинов рассказал, что на президиуме Совета законодателей отметили положительный опыт Ненинского округа по завозу горюче-смазочных материалов. Он подчеркнул, что северный завоз является жизненно важным направлением в жизнедеятельности региона и поэтому требует государственной поддержки и особого правового регулирования. Вместе с тем, отметил спикер, до настоящего времени не выработан единый комплексный подход к организации северного завоза в арктической зоне. По итогам рассмотрения вопроса принят ряд рекомендаций в адрес правительства Российской Федерации, Федерального собрания и органов власти региона. В частности, предложено обеспечить создание единой системы регулирования доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы с целью повышения эффективности северного завоза и разработку проекта федерального закона, регулирующего отношения, связанные с досрочным завозом продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Кроме того, рекомендовано ускорить разработку и принятие национального проекта, предусматривающего развитие внутреннего водного транспорта, повышение качественных характеристик внутренних водных путей, развитие речных портов, оснащение их современными перегрузочными комплексами, обновление судов. Важным предложением, по мнению спикера окружного собрания, является рассмотрение вопроса о софинансировании расходных обязательств, связанных с компенсацией юридическим лицам процентов по кредитам, взятым на закупку и доставку товаров в районы Арктики и Дальнего Востока. Также рекомендовано проработать законодательное регулирование использования автомобильных зимних и ледовых переправ и возможность выделения средств федерального бюджета для обеспечения их нормативного содержания. В округе возобновится действие окружного закона о предоставлении компенсации взамен аварийного жилья. Соответствующий законопроект в преддверии сессии был рассмотрен на заседании комиссии по экономической политике и бюджету в собрании депутатов Ненинского округа. Проект на заседании комиссии представил депутат-начальник управления строительства профильного департамента Михаил Фомин. В бюджете округа на 2021 год с учетом добавленных средств на ноябрьской сессии собрания депутатов заложено около 265 миллионов рублей на компенсационные выплаты за ветхое и аварийное жилье, что позволит сократить очередь на 88 человек. Вместе с тем количество человек, состоящих в очереди, постоянно меняется. Люди могут отказаться от компенсации и ждать получения квартиры, либо наоборот. Он сообщил, что с учетом инфляционных процессов, размер компенсаций за аварийное и ветхое жилье в 2022 году по предварительным расчетам составит 68 852 рубля за один квадратный метр. На 2022 год на выплаты жителям города, проживающим в домах, включенных во второй этап, предусмотрено 5 миллионов рублей. Это дома, признанные аварийными в 2015 году, которые должны были расселить еще в 2019 году. С учетом вновь поступивших заявлений, на реализацию мероприятий закона потребуется еще порядка 26 миллионов. Планируется увеличить денежные средства на эти цели в 2022 году. По информации, полученной от муниципальных образований округа, на учете для получения компенсационной выплаты состоит 186 человек, 97 из которых являются собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных домах, включенных во второй этап под программы. Возобновление действия закона позволит предусмотреть в бюджете округа необходимые средства на компенсационные выплаты и ускорить темпы переселения граждан, отметила председатель парламентской комиссии по экономической политике бюджету Наталья Кордакова. Депутаты также рекомендовали профильному департаменту и муниципальным властям регулярно информировать население обо всех изменениях программы мероприятий. В рамках декады инвалидов в Наринмаре состоялся круглый стол для родителей детей инвалидов. Участниками встречи стали представители департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, уполномоченные по правам ребенка в Нинницком округе и родители детей инвалидов. Также в работе круглого стола приняла участие председатель постоянной комиссии по социальной политике в региональном парламенте Анна Булатова. Как отметили организаторы круглого стола, основная его цель – повышение уровня информированности родителей детей инвалидов о порядке предоставления социальных услуг. На встрече была представлена информация о комплексе социальных услуг детям инвалидов в отделении дневного пребывания граждан комплексного центра социального обслуживания. Подробно сотрудники центра рассказали о группе временного пребывания для детей инвалидов «Передышка» и кратковременном присмотре и уходе за детьми-инвалидами в отделении помощи семье и детям. В округе на поддержку семей с детьми-инвалидами ежегодно выделяется более 50 миллионов рублей. С 2015 года реализуется государственная программа Нинницкого округа «Доступная среда». В регионе в реестре социальных поставщиков зарегистрировано пять организаций, которые обеспечивают социальное обслуживание инвалидов. В своем выступлении депутат Анна Булатова отметила, что в окружном бюджете на следующий год предусмотрено порядка трех миллиардов рублей на социальную защиту граждан, в том числе детей-инвалидов. В окружном бюджете будут сохранены все меры социальной поддержки в полном объеме. Кроме того, со следующего года по 13 направлениям они будут проиндексированы. С этого года введена дополнительная мера социальной поддержки детям-инвалидам на оплату проезда к месту обучения в социальных образовательных учреждениях и обратно, включая сопровождающих их лиц. Обучение оплачивается не только до достижения 18-летнего возраста, как это было раньше, а до окончания учебы. Также со следующего года предусмотрено финансирование на приобретение флэш-карты для детей, больных с сахарным диабетом. Анна Булатова отметила, что в регионе проводится совместная работа органов исполнительной власти и депутатского корпуса, направленная на поддержку детей-инвалидов. По итогам встречи профильному департаменту рекомендовано провести среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, разъяснительную работу, о мерах, которые оказывает комплексный центр социального обслуживания. Также регулярно организовывать выезд специалистов в сельские населенные пункты для проведения индивидуальной работы с детьми-инвалидами. Это был очередной выпуск программы «Законодатели». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова